Астраханцы побывали в роли звонарей. Более 500 воспитанников школ и интернатов и детей с ограниченными возможностями здоровья поднялись на колокольню собора равноапостольного князя Владимира. Наши коллеги услышали и увидели, как это было. Субтитры создавал DimaTorzok где совершаются церковные таинства. Заповедь, которую Господь дал своим ученикам и последующим христианам, это заповедь любви. Мы должны помогать обездоленным, неимущим сиротам. Вместе с организацией «Поможем детям» с Еленой Дороховой мы в храме в нашем проводим экскурсии, где детишки могут поучаствовать в звонарной неделе, могут позвонить на колокольне, соприкоснуться этому празднику Пасхи Христовой. А вот на колокольне звонарь Борисович Карёв устроил мастер-класс по пасхальному призвону колоколов, который оповещает о торжестве добра и света. Ведь в пасхальную седмицу любой желающий может попробовать себя в роли звонаря. Чувство очищения и чувство такое, что ты как бы ближе к Богу. Душа замирает, хочется что-то такого высокого. Строго выдержанный в стиле византийских храмов собор князя Владимира поднимается на высоту 50 метров, поэтому из колокольни Астрахань как на ладони. Страшновато. Высоко слишком. Я чувствую какое-то облегчение в организме, вот прям хорошо чувствую себя. Испытываю радость. Я себя чувствую как будто на небесах. Общественная благотворительная организация «Поможем детям», которая и устроила настоящий праздник ребятишкам, в этом году выиграла патриарший грант «Православная инициатива». Эти средства, говорит Елена Дорохова, председатель фонда, поможет организовать паломничество детей из школ-интернатов и с ограниченными возможностями по святым местам Астраханского края, а также устраивать благотворительные мероприятия. Одно из первых мероприятий – это пасхальная радость. Оно проходит в течение всей недели. За эти дни у нас в гостях побывало более 500 детей из наших астраханских школ-интернатов. Для каждого ребенка мы, наши волонтеры, очень старались. Приготовили вкусный обед, каждый получил пасхальный подарок. Кроме того, организация «Поможем детям» совместно с Православным клубом храма Рудинской иконы Божьей Матери и администрацией Приволжского района провели акцию «Белый цветок». 80 человек из Центра социальной адаптации получили пасхальные подарки, крестики и иконки. «Белый фэйк» «Белый цветок» «Белого цветка»